Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. У каждого из нас наступает момент, когда нужно определить свой жизненный путь, выбрать будущую профессию. Для многих этот момент не из легких, и наверняка хочется не просто получить какую-то профессию и ходить на работу потому, что нужно, а вот чтобы работа была в удовольствии. Педагогика – одна из самых старых и в то же время востребованных профессий. Профессиональный педагог – это не только учитель, передающий ребенку знания, но и воспитатель, формирующий нравственный облик. Педагог – это звучит ли гордо? Вот вы знаете, я посмотрела статистику популярных сайтов работы за последние 30 дней в Самаре, открыты 160 вакансий по трем должностям профессии учитель. С указанием заработной платы минимальная 15400, средняя 23, а максимальная 61 тысяча рублей. Поговорим о педагогическом образовании. Вот стоит ли его получать сегодня, и если да, то где его можно получить качественное? Я представляю гостей в студии проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью, кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Алексей Борисович Щелков и проректор по учебно-методической работе качества образования, кандидат филологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Наталья Николаевна Кислова. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. — Приятно вновь в этом году с вами встретиться в этой студии. Спасибо большое, что нашли время и пришли поговорить о теме, которая сегодня у нас задана. Так вот, Алексей Борисович, что изменилось в приемной кампании 2020 года из-за ограничительных мер по коронавирусу? — Изменилась достаточно серьезно приемная кампания, ее прежде всего ход, изменились сроки окончания приема документов, изменилась также форма подачи документов, изменилась форма проведения вступительных испытаний, как будут проходить вступительные испытания. Если это не единый государственный экзамен, а надо сдавать вступительные испытания в ВУЗе, то, соответственно, вот здесь все эти изменения были направлены на одно — ограничить формат взаимодействия абитуриента приемной комиссии ВУЗа, экзаменаторов, свести к минимуму это взаимодействие, перевести все в большей степени в дистанционную форму. Вот эти основные изменения были. — Ну вот я хочу спросить, все-таки что еще изменилось в правилах приема? Обязательно о чем нужно знать абитуриентам и их родителям? — Ну, я бы, так сказать, применительно к нашему ВУЗу, прежде всего хочется об этом сказать. Для нас основной формой подачи документов остается электронной. С 20 июня мы принимали документы в электронной форме. Основной способ подачи документов — это электронная почта. И большинство абитуриентов этим способом пользуются. Еще можно отправить по почте России. До этой недели никаких других по решению приемной комиссии возможности подать документы не было. Вот с этой недели со среды решением приемной комиссии можно будет подать документы в приемную комиссию и лично. Прежде всего мы обращаемся к нашим абитуриентам, к тем, у кого есть затруднения при подаче документов в дистанционной форме, в электронной форме. Поэтому можно будет прийти в приемную комиссию, но при этом надо помнить несколько моментов. Первое. Нужно предварительно позвонить в отборочную комиссию факультета вас интересующего. У нас на сайте есть горячая линия. Все 10 факультетов имеют каждый свой индивидуальный номер телефонный. Поэтому нужно связаться с интересующей вас отборочной комиссией, договориться о времени визита, когда вы сможете прийти. И, соответственно, прийти в приемную комиссию в оговоренное время. Естественно, при себе надо иметь средства профилактические, которые, ну, маску ту же самую. Да, индивидуальная защита. Да, индивидуальная защита для того, чтобы можно было нормально подать документы. Мы поможем, подскажем. И в данном случае вот это надо иметь в виду. Можно, но мы еще раз повторюсь, призываем абитуриентов пользоваться электронным вариантом подачи документов. И в том случае, когда это по каким-то причинам невозможно или, ну, не получается, тогда, пожалуйста, мы поможем, спросим в приемную комиссию прийти. Хорошо. Наталья Николаевна, вот за качественное образование все-таки невозможно без качественного приема, конечно. О каких современных тенденциях в развитии педагогического образования СГСПУ можно говорить сегодня? Вы знаете, мы университет, который очень внимательно следит за теми изменениями, которые происходят не только в системе российского образования, но и за рубежом. Безусловно, мы понимаем, что бесследно вот несколько месяцев удаленного, скажем так, обучения не прошли ни для системы высшего образования, ни для системы общего образования. Мы прекрасно понимаем, что сейчас мы получим немного других абитуриентов. У них есть другой опыт. Положительный он, либо отрицательный, об этом судить трудно, но уже мы и так наблюдаем изменения вообще, как бы, детей и молодежи, да. Соответственно, сейчас в любом случае придут абитуриенты с немного другими цифровыми навыками. И поэтому университет, безусловно, готов к тому, что они уже почувствовали плюсы и минусы удаленного обучения. И сейчас, конечно, в системе образования наблюдается прежде всего тенденция, связанная с внедрением смешанного обучения. Как бы мы ни говорили о том, что, может быть, 1 сентября мы вернемся к традиционному формату, мы, безусловно, вернемся к нему в рамках того, что будем работать в аудиториях, но мы не вернемся в том формате, который был до, скажем так, 16 марта, до того дня, когда мы все перешли на удаленное обучение, потому что уже появилось, знаете, такое активное внедрение того повышения квалификации, которое, в частности, очень много мы проводим в нашем университете по работе в электронной информационно-образовательной среде. И то, что, может быть, до какого-то момента не было очень востребовано, в эти вот 4-5 месяцев стало востребованным, и сейчас другой преподаватель. В любом случае он приобрел иной опыт, и от этого опыта он уже отказываться не будет, и я могу сказать об этом 100%, потому что разговаривая с преподавателями, уже обобщая опыт работы университета во втором полугодии этого учебного года, мы пришли к выводу о том, что оставим некоторые технологии, в том числе и при очном, там, заочной форме обучения, потому что мы увидели их результативность. Ну а какой положительный опыт, я вот хочу у вас спросить, за такое короткое время достаточно? Мы, во-первых, удаленное обучение, как ни странно, увеличило посещаемость занятий, ну потому что, да, соответственно, студенты имели возможность достаточно оперативно подключаться к учебным занятиям, которые у нас в университете все были организованы именно через видеоконференц-связь, мы не потеряли, скажем так, ни одного практического занятия, ни одного лекционного занятия. И у нас есть и социальная корпоративная сеть, Ямер, которая позволяет организовывать такое обучение. То есть стали более дисциплинированными? Да, более дисциплинированными. Знаете, это коснулось и очной формы обучения, и заочной формы обучения. Я могу констатировать, что результаты промежуточной аттестации лучше, выше. Действительно, студенты были более дисциплинированы. Безусловно, что были определенные сложности, но, понимаете, как мы заметили, что если, например, раньше в рамках учебного занятия выдавался определенный объем учебного материала, то в рамках дистанционного обучения этого объема стало больше. Понятно, что ушел, скажем так, элемент интерактивности, да, вот эта беседа, но преподаватели со временем, к концу семестра, уже научились интерактивно вести занятия через видеоконференц-связь, когда студенты участвуют в дискуссиях. Потом, на мой взгляд, вот из своего личного опыта могу сказать, что такое обучение повысило индивидуализацию. То студенты, например, в отзывах уже на проведение практических занятий написали о том, что им была каждому предоставлена возможность высказаться, потому что ты перестраиваешь как преподаватель свое занятие таким образом, чтобы каждого студента, присутствующего на занятии, услышать. И вот нет уже той ситуации, когда 2-3 человека, ну, бывает тогда, на практических занятиях отвечают, остальные вроде бы прислушиваются, да, и, скажем так, опосредованно обучаются. Здесь немножко изменилась технология. Вот где-то мы увидели, что интерактива стало больше. Безусловно, студенты скучали по самой роли, скажем так, преподавателя. Но опять, что мы для себя отметили? Что преподаватель стал более артистичным, потому что ему нужно голосом, на него работает камера. То есть мы приобрели некоторые навыки, скажем так, которые больше, наверное, для вашей специальности свойственны. Как себя вести перед камерой, какой должен быть фон и так далее. И, соответственно, преподаватель, он более эмоционален, более... Ему нужно держать аудиторию, ее нужно не отвлекать. Знаете, плюсом, на мой взгляд, стала обратная связь. То есть, безусловно, студенты после проведения практических занятий раньше говорили преподавателям спасибо, потом давали какую-то оценку через анкетирование и так далее. Но сейчас вот этот вот сервис чата позволял каждому студенту написать, что ему понравилось, за что спасибо он говорит. И вот эта тоже обратная связь, она настолько была... Это было ценно, да, наверное, для преподавателей. И поэтому вот, на мой взгляд, новый учебный год, он должен будет знаменовать, знаете, совместное сотрудничество студенческого и преподавательского коллектива. Потому что мы все другие. И вот я сейчас наблюдаю как раз ту тенденцию, когда мы хотим работать вместе. То есть мы предлагаем, студенты, соответственно, понимают или не понимают, как в этой технологии работать, и предлагают свою какую-то технологию. То есть, понимаете, на мой взгляд, должен сформироваться, и он уже начал формироваться, совершенно иной такой принцип взаимодействия между преподавателем и студентом. Вот на самом деле сейчас нет преподавателя транслирующего знания. Есть преподаватель, который совместно со студентами эти знания осваивает, помогает им осваивать. И вот это вот удаленное обучение, знаете, научило нас этому. Потому что ты уже понимаешь, что ты не можешь час-двадцать, видя аватарки перед глазами, только рассказывать. Ты должен свою лекцию построить таким образом, чтобы студенты к ней постоянно подключались. Чтобы они, скажем так, не пили кофе, а все больше работали. Но вот на мой взгляд, это вот одна тенденция, которая будет не только для педагогического образования, для вообще всей системы образования. Да, мы сейчас обязательно продолжим. Наталья Николаевна, я хочу просто Алексею Борисовичу предоставить слово по поводу бюджетных мест, что может предложить ВУЗ сегодня? На все уровни образования и на формы обучения в Самарском государственном социально-педагогическом университете начинает бакалуриат и заканчивая аспирантурой. В этом году, на 2020-2021 учебный год, мы имеем более тысячи бюджетных мест. Безусловно, подавляющее, так скажем, из этого количества приходится для приема на очную форму обучения и на бакалавриат и специалитет. На очную форму обучения в этом году у нас 521 бюджетное место, 367 бюджетных мест на заочную форму обучения и 22 места на очно-заочную форму обучения. По сравнению с прошлым годом увеличилось? Да, увеличилось. У нас за последние три года было прибавление достаточно серьезное. Вот за три года у нас на 200 мест увеличился бюджетный прием на первый курс. Также вот в этом году у нас есть бюджетные места в аспирантуру, чего достаточно долго не было, и это не может нас не радовать. Как говорится, надежда у нас есть, что эта тенденция сохранится. Вот очень бы хотелось, но время, как говорится, здесь покажет. Если же говорить про этот год, что, безусловно, большая часть этих бюджетных мест, в том числе для абитуриентов, которые придут на первый курс, это направление подготовки, педагогическое образование, образование и педагогика. 746 бюджетных мест на первый курс. Но при всем при этом еще 164 бюджетных места приходятся на другие направления подготовки, которые не относятся к педагогическим. И выбор, вы знаете, достаточно широк. Здесь и прикладная информатика, здесь и финансы и кредит, здесь живопись, специалитет, хореография, здесь у нас сервис и туризм присутствуют, на заочной форме обучения реклама и связи с общественностью. То есть, как вы видите, по 8 укрупненным группам направления подготовки мы имеем бюджетные места, выбор достаточно широк, и мы приглашаем выпускников этого года общего образования, среднего, специального образования, обратить внимание на эти направления подготовки и выбирать, участвовать в конкурсе. Напомнить, что у вас, уважаемые абитуриенты, есть право выбрать 5 вузов, и в каждом вузе выбрать 3 направления подготовки. И обращу внимание, что если вы выбираете очную форму, заочную форму обучения, очно-заочную форму, и все это по одному направлению, это не считается, что вы выбрали там 3 направления, это только одно направление. Поэтому выбор достаточно широк, и я бы советовал абитуриентам обращать на это внимание, потому что зачастую бывает обидно, когда абитуриент подал только на одно направление подготовки и на очную форму, надеясь на лучшее. Но ситуация не всегда в нашей жизни развивается и складывается так, как нам хочется. А когда приходит понимание, что я со своими баллами пришел бы и на заочную или на очную-заочную форму обучения, на бюджет, а уже 19 августа позади, документы подавать на бюджет уже нельзя, а обратно времени отыграешь. Поэтому очень важно сориентироваться и максимально использовать те шансы, которые у вас, уважаемые абитуриенты, есть. Это вот к вопросу о том, что с ЕГЭТ понятно, а документы стоит подавать тем, кто сдает внутренний экзамен, им стоит поторопиться. Да, конечно, конечно. Я вот продолжаю начатое, отвечая на ваш вопрос. Есть категория абитуриентов, это абитуриенты магистратуры. И вот это, они тоже относятся к категории абитуриентов, кому нужно сдавать внутренние вступительные испытания. Так вот, те абитуриенты, кто может сдавать и кто должен сдавать внутренние вступительные испытания на бакалавриат и специалитет, они обязаны подать в наш ВУЗ документы до 1 августа. Осталось очень немного времени, вот это неделя. Поэтому я тоже обращаюсь к этим абитуриентам, кто поступает на направление подготовки, творческие, профессиональные такие вступительные испытания. Там надо сдавать как на физическую культуру, там плавание, легкая атлетика, даже живопись, изобразительное искусство, музыкальное образование. Там есть вот эти экзамены. Выпускники среднего, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании, тоже поступающие на бюджетные места, они имеют право сдавать в ВУЗе экзамены, равно как и предъявлять, если у них есть результаты ЕГЭ. В любом случае, если вы собираетесь поступать в этом году, и у вас есть право, или вы должны сдавать внутренние вступительные испытания в ВУЗе, в наш ВУЗ, до 1 августа надо обязательно прийти и подать документы. А абитуриенты магистратуры, а для них у нас 83 бюджетных места в этом году предоставлены, причем тоже самые различные направления подготовки. У нас здесь и лингвистика, и история, и филология, и педагогическое образование, физическая культура и спорт. Им необходимо, как мы уже говорили, дипломы все получены, вручены о высшем образовании. Поэтому надо, имея диплом бакалавра, если кто-то планирует дальнейшее свое образование продолжать, до 5 августа в приемную комиссию нашего университета прийти и подать документы обязательно для того, чтобы участвовать в конкурсе на бюджетные места. Мы приглашаем всех ребят, кто в этом году закончил бакалавриат, получил диплом, прийти и участвовать в конкурсе на бюджетные места. Ну вот, Наталья Николаевна, с учетом того, что мы говорили о тех изменениях, ну и вообще о другом образе обучения, что ли, если можно так выразить. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, на ваш взгляд, в 2020 году сложно поступить в СГСПУ? Я думаю, что сложностей особых нет, потому что приемная комиссия готова к приему документов. Мы готовы к этому технологически, мы готовы к этому кадрово, мы готовы к этому методически. И здесь главное следовать инструкциям. Потом Алексей Борисович сказал, работает горячая линия. Поэтому все вопросы, которые возникают по тому, как поступать, как подавать документы, круглосуточно можно задать. Работают у нас самые разнообразные информационные центры, в том числе вот в рамках, кстати, перехода на дистанционное обучение. Мы создали отдельный такой информационный центр, где студенты могут задавать самые разнообразные вопросы. В том числе они это задавали в период обучения, организации обучения. И в том числе и в рамках приемной кампании, когда, собственно, мы потом переадресуем вопросы информационного центра на горячую линию. Поэтому, на мой взгляд, поступать как обычно. Тем более, что все равно мы видим, что абитуриенты тоже освоили новые технологии. Я надеюсь, что здесь никаких проблем не будет. Самое главное, что мы их всех ждем 1 сентября. Вот в дополнение к Алексею Борисовичу по программам магистратуры и, опять же, о тех новых технологиях, которые вошли в нашу жизнь, я думаю, уже из нее не уйдут. Вот еще до пандемии, до того, как возникла необходимость в переходе на удаленное обучение, мы анонсировали программу магистратуры, которая называется управление образовательным процессом в условиях цифровизации образования. Эта программа была вызвана прежде всего и теми законами, постановлениями, которые были приняты в рамках развития цифровой экономики, повышения компетентности, развития цифровых навыков. И эту программу мы планировали ее реализовывать исключительно удаленно, дистанционно, с применением электронного обучения. Мы подобрали технологии уже, мы подобрали кадровый состав, мы определили содержание образования. Понимаете, вот она оказалась, ну, просто, на мой взгляд, вот к месту, вот, как говорится, потому что сейчас система общего образования как раз находится вот в этой, в период трансформации, цифровизации образования. И мы готовы магистрантов подготовить к тому, чтобы если вдруг при каких-то, ну, опять же, условиях, да, на какой-то период школа будет вынуждена перейти на удаленное обучение, мы уже дадим им выпускников, которые сделают это качественно. Вы знаете, мы были... То есть мы так подстроились? Да, ну, мы предугадали. Да, к ситуации, шагаете, много времени. Более того, эта программа, она не только рассчитана на самарских бакалавров, которые закончили, да, этот уровень, но и, собственно, на всю Российскую Федерацию, на зарубеж. Мы готовы обучать большое количество студентов, и у нас есть очень хороший опыт, у нас есть специализированные кафедры. У нас, соответственно, вот, кстати, в качестве того, что мы это умеем делать, мы очень рано вошли в проект, который называется «Волонтеры просвещения». И оказались наши студенты очень востребованными образовательными организациями Самарской области, не только Самарской области, потому что у нас есть с Приморским краем очень хорошие контакты, с Хантамансийским округом. И наши студенты из Самарского государственного социально-педагогического университета оказались востребованы как волонтеры просвещения на территории всей Российской Федерации. Мы помогали учителям разрабатывать контент, мы помогали переводить им, соответственно, занятия вот в тот формат, который необходим. Мы предоставляли им отбор методических материалов, ну, как бы, знаете, такую предварительную экспертизу, потому что мы сейчас понимаем, что образовательных ресурсов много, но они пока не сертифицированы, и поэтому учителю достаточно сложно разобраться вот в том количестве образовательных ресурсов, которые есть, а мы уже делали предварительный анализ и, собственно, давали возможность из небольшого, как бы так, перечня выбор, чтобы более качественно преподаватель мог подготовиться. У нас есть очень интересные проекты с Яндекс.Учебником, у нас есть интересные проекты с Рыбаков фондом. То есть вот в этом смысле мы уже имеем в университете и кадровый профессорско-преподавательский состав, который знает, как образование сделать цифровым, и, соответственно, студенческий состав, который тоже уже этот навык приобрел. Понимаете, здесь еще очень важно, если мы говорим уж о педагогическом образовании, да, что вот студенты в этот период, они, ведь есть это утверждение о том, что пока ты сам через это не пройдешь, пока навык не освоишь, тебе его трудно транслировать. Наши студенты сами почувствовали, прошли, что такое дистанционные образовательные технологии, как они применяются, и параллельно на методиках мы говорили о том, как их можно применить в отношении учащихся уже для системы общего, начального, дошкольного образования, да. Понимаете, и на мой взгляд, вот мы сейчас нашему Самарскому региону дали уже новый формат выпускников, и мы готовы в этом направлении работать дальше. Потом вот обратите внимание, вот вы спросили о том, какие тенденции будут, да, и вот ведь вышел указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Там есть положение о том, что Российская Федерация должна войти в десятки ведущих стран по качеству общего образования. Вы знаете о том, что педагогические университеты перешли по решению правительства под учредительство Министерства просвещения. Вот мы наблюдаем, это наша работа впереди вот с 1 сентября 2020 года с тем, чтобы система высшего и общего образования теперь работала, ну, в настолько тесном взаимодействии, настолько плодотворно, чтобы выполнить эту национальную стратегию, да, и мы готовы как раз на то, чтобы повышать качество общего образования. И, безусловно, что это потребует перенастройки образовательных программ и не только в рамках педагогического образования, потому что ведь мы понимаем, что вообще во многих стандартах педагогическая деятельность заложена наряду там с организационно-управленческой, какой-нибудь аналитической и так далее. И мы, как педагогический университет, стараемся в том числе и по так называемым непедагогическим направлениям подготовки предусматривать педагогическую деятельность. И, безусловно, что вот все то, что связано с развитием общего образования, это же в том числе и дополнительное образование в рамках общего образования, мы на эту тему тоже работаем. Потом в этом же указе мы знаем о том, что есть как бы поставлена задача по формированию эффективной системы выявления, поддержки, развития талантов и способностей детей и молодежи, основанной там на справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию обучающихся. И без педагогических школ, методических школ, на мой взгляд, эту задачу выполнить невозможно. Поэтому мы вновь будем перенастраивать наши образовательные программы, нашу вообще такую образовательную политику. Мы так много в этом направлении делаем на самом деле, потому что мы участвуем во всех региональных программах успех, взлет, полет и так далее. И, соответственно, здесь просто теперь нужна научно-методическая база. И, на мой взгляд, без педагогического университета вот эту методическую базу достаточно будет сложно сформировать. Ну и, наверное, последнее, вот из последних событий, да, это закон о воспитании. Много об этом говорилось, и министр просвещения, и эта инициатива президента тоже была о том, что воспитание должно стать неотъемлемой частью обучения. И в данном случае, безусловно, мы бы очень хотели сделать таким образом, и будем это делать в наших образовательных программах, чтобы вот этот закон о воспитании, он стал неформальной обязанностью для нашего выпускника, что там нужно сделать календарный план, да, нужно там запланировать какие-то там мероприятия, воспитательная работа, а чтобы это стало неотъемлемой частью его профессии и личности. У нас вообще воспитательная работа достаточно широко представлена в университете. Мы понимаем, что в университет, конечно, с одной стороны, родители посылают детей за тем, чтобы они приобрели профессию, но мы-то понимаем, что студенческие годы – это годы самореализации, становления молодого человека, выбор его жизненной траектории, расширение творческого развития, деловых связей, способностей. И вот, на мой взгляд, как раз в педагогическом университете вот созданы все условия, чтобы мы и в аудитории, и, может быть, даже не в аудитории, если уж на то, как бы будет такое решение, и во внеучебное, в неаудиторное время готовы эту личность сформировать. У нас, на самом деле, очень много интересных проектов. И предоставить, конечно, качественное образование. Да, да. Я, Алексей Борисович, хочу, наверное, последний вопрос задать вам. Все-таки вот что необходимо учесть при поступлении в СГСПУ? Ну, и зачисления, конечно, ну, и вот сколько будет у ВУЗа дней после окончания приема документов на их обработку, когда списки зачисленных будут готовы? Вы знаете, несколько моментов здесь обязательно нужно отметить. Мы еще не затронули, мы затронули, вернее, вот формат дистанционный, но ведь применительная приемная кампания этого года, он не ограничивается приемом документов. Вступительные испытания будут проводиться также в дистанционной форме по общеобразовательным предметам. Исключением здесь будут творческие вот эти профессиональные вступительные испытания физической культуры, спорт, живопись, там, изобразительное искусство, музыкальное образование. Мы будем проводить в очном формате, если не будет каких-то резких вот изменений, которые зависят не от нас, а от администрации области. И понятно, о чем идет речь. То, что касается, на что обратить надо внимание, безусловно, прежде всего, надо ребятам, которые сегодня, вот эта неделя, она решающая для многих. Почему? Баллы определятся на этой неделе. Ребята, которые сдавали выпускные экзамены в форме ЕГЭ, вернее, вступительные экзамены в форме ЕГЭ, вот после 27-го числа будут уже на 100% знать свои результаты ЕГЭ. И это самое время подать документы. Время до 18-го и августа есть. А те абитуриенты магистратуры, те абитуриенты бакалавриата специалитета, которые должны сдавать в ВУЗе, тоже надо понять, собраться и до 1-го августа в наш ВУЗ прийти и подать документы. То, что касается зачислений, процедуру зачислений, она в этом году тоже будет отличаться. И здесь основным документом, который будет абитуриент должен подать, это заявление о согласии на зачисление. Для этого у него будут в специальные дни. Зачисление в этом году пройдет, очень легко запомнить, 22-го, 24-го и 26-го августа. Это выйдут приказы о зачислении. А вот накануне два дня, накануне два дня перед 22-м, накануне два дня перед 24-м августа и накануне два дня перед 26-м августа, это дни, когда абитуриент решает, на какие направления подготовки он будет подавать свое заявление о согласии на зачисление. У него есть право в каждом ВУЗе, вот только в одной организации образовательной, два раза подать это заявление о согласии на зачисление. Если он этого не сделает, согласия не подаст, он зачислен не будет, даже если баллы у него будут хорошие. Оригинал, документ об образовании, как это было в прошлые годы, сейчас для зачисления не требуется. Его нужно будет предоставить в образовательную организацию. Уже после того, как ты станешь студентом, обязательно нужно будет оригинал перевести и в отдел кадров, так сказать, студенческий предоставить. Поэтому, говоря вот в завершении, обязательно сейчас всем нужно собраться, ребятам, и четко понимать, что ему нужно, ориентироваться на свои баллы и подать документы, в том числе и в наш Самарский государственный социально-педагогический университет. Спасибо вам большое за ту информацию, очень интересную, которую вы пришли поделиться с нашими уважаемыми телезрителями, но я думаю, что выбор здесь очевиден. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Аси». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok